Здравствуйте, приветствую всех на своем канале и в этом видео я хочу ответить на вопросы. Это будет вторая часть, если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Начну с того, что есть, конечно же, первая часть видео, я оставлю ссылку в этой части, в инфобокс, на первую часть. И там были вопросы подписчиков. Также я хочу сразу сказать, если у вас будут какие-то вопросы еще ко мне, задавайте их под этим видео, мне будет очень приятно почитать их и ответить. Ну давайте начнем. Начну я с того, что это все вопросы от одного человека, мои подписчицы Екатерины Исаевой. И их будет 13. На каждый я, конечно, постараюсь ответить как-то более интересно и честно. Первый вопрос. Сколько тебе лет? Мне 27 сейчас лет. Когда начинала вести канал на YouTube, мне было 25 лет. Есть ли любимое увлечение или хобби, помимо ведения канала? Сейчас, в данный момент, у меня, наверное, такого вот сильно какого-то хобби или увлечения нет, но моя работа, это в какой-то степени еще и мое хобби, потому что она связана с музыкой. А музыка это было изначально мое хобби. То, конечно, я увлекаюсь, слушаю, ищу музыку. Так же еще, ну как бы таких особо, то есть вышивать я не вышиваю, готовить я сильно тоже готовкой не увлекаюсь, хотя уже пора бы. Ну, в общем, пока особенно таких вот кроме музыки, наверное, увлечений и хобби нет. Вот. Ну, конечно, я планирую, планирую, да, возможно, какое-то хобби. Как долго планируешь вести канал? Это третий вопрос. Ну, планов у меня как-то конкретно нет, что вот вести его там, допустим, год или два, или десять лет. Нет. Пока я веду его, мне нравится, я надеюсь, нравится это зрителям и подписчикам. То есть пока он существует, пока есть о чем рассказывать и интересно, может быть, полезно даже кому-то. Вот. То есть пока я веду и веду, в общем, скажем так. Четвертый вопрос. На какие темы хочется снять видео, но пока сомневаешься? Ну, вот у меня была одна тема, которую я сомневалась, это вот по поводу, допустим, пения караоке, да, я выложила одно видео, у меня есть такого плана. Но не знаю, как-то я вот пока в сомнениях, стоит ли это на канале. Моем, который посвящен косметике, выкладывает такие видео или нет. Вот. Ну, потому что всякие проблемы из-за того, что как бы и по работе, да, приходится много говорить, и петь, а с голосом могут быть какие-то проблемы. Горло иногда у меня болит из-за этого я как бы, ну, то есть чтобы беречь голос, из-за этого не очень я часто снимаю такие видео, потому что если не получится, придется переснимать, а это все-таки не разговор о пении, это труднее. Вот. То, что касается вот этого вот. И также я хочу снять, но пока не сомневаюсь, стоит ли это или нет, видеопародию. Я видела, у девочек снимают они видеопародии. Ну, вот у меня сейчас тоже есть одна задумка, какую снять пародию, но пока я думаю, не знаю, когда она появится, в ближайшем будущем или нет, ничего обещать не буду. Вот. Также вот теги, наверное, влоги, но у меня пока с ними из-за того, что камера такая непрофессиональная, неудобно, да, ее, если была бы она как-то лучше снимала, или я бы умела как-то делать вот это вот видео, я совсем не умею вот исправлять или что-то там вставлять, вырезать. У меня видео как они есть, так идут без всяких исправлений. Но мне кажется, с другой стороны, это и хорошо, потому что это живые видео, какие-то живые эмоции. Так, ну, надеюсь, четвертый вопрос, все, я ответила более-менее. Пятый вопрос. Опиши работу своей мечты. Ну, сейчас моей мечты, наверное, работа является таковой у меня, то есть она соответствует критериям, которыми мне бы хотелось, да, чем заниматься, с кем заниматься. Вот, то есть это все соответствует. Что бы мне хотелось вот от работы своей мечты, возможно, больше зарплату, понятное дело, да, и как-то, может быть, больше развития какого-то в рамках города, да, то есть в рамках какой-то концертной деятельности хотя бы. Вот, потому что пока у нас нет никакой концертной деятельности, только в пределах учреждения, в котором мы занимаемся и в котором проходят занятия. Вот, то есть моя работа практически соответствует работе моей мечты. Но если говорить раньше о каких-то своих мечтаниях в детстве, я хотела стать певицей. То есть я хотела стать эстрадной, популярной певицей, зарабатывать именно тем, что вот я пою, можно даже вживую, выступая на сцене, чтобы у меня там были поклонники. Ну вот у меня муж даже иногда смеётся, что у меня до сих пор вот благодаря тому, что я на YouTube выкладываю, да, осталось какое-то желание славы. Ну есть такие люди, да, которых на самом деле любят общественность, которые жаждут славы. Я не скажу, что я её жажду, нет. Но просто хотелось бы, чтобы меня хоть какая-то часть людей знала, оценила, да, и как бы им нравилось то, что я делаю. Вот, такая вот работа моей мечты, в любом случае она связана с музыкой. Шестое. Какие качества в людях тебя могут раздражать, а какие умилять? Ну, я в теге уже рассказывала про черты характера когда-то, да, которые мне нравятся в людях, которые нет. Но немножко здесь скажу, вот вопрос немного другой, я на него тоже отвечу. Раздражать именно, да, меня может в людях. Это двуличие, наверное, всё-таки, потому что я не очень люблю, когда человек тебе в лицо улыбается, там, говорит, что ты такой хорош. У меня есть такие люди в моём окружении, которые потом за спину идёт и говорит там про тебя какие-то гадости или вообще абсолютно другое, не то, что он тебе говорил. Это мне не очень нравится в людях, даже меня раздражает в какой-то степени. И здесь же сюда же относятся лицемерие, ложь, такие вот качества, которые не связаны с честностью, да, человека. Это меня раздражает. А ещё меня в последнее время в некоторых людях очень раздражает, вот честно скажу, ну вот тупость. Ну как бы это ни звучало, я не говорю, что я очень умный человек, нет. Но вот есть такие люди, которые просто, ну, это вот просто, ну, невозможно им ничего говорить. И такие люди, они себе на уме, как правило, если ты им хочешь что-то сказать, чтобы было лучше, лучше этого не делать. То есть лучше им ничего не говорить, потому что всё равно они не поймут, они как были вот на своей вот этой вот прямолинейной такой вот необразованной волне, так и останутся. То есть это не изменить человека, поэтому я даже не стараюсь этого сделать. И какие качества в людях меня могут умилять? Ну, умиляет меня, конечно, противоположное как раз качество. Это вот ум человека, да, то есть когда человек умный, меня это может умилять. Когда он талантливый, когда он искренний, мне очень нравится, когда искренние люди, когда они что-то говорят именно от души, от сердца, а не то, что им там кто-то где-то сказал, а именно вот то, что как они чувствуют. Девочки некоторых, я смотрю на YouTube, меня могут умилять вот этим каким-то своим непосредственностью, своим отношением, нежностью какой-то в какой-то степени, может быть, какой-то своей хозяйственностью меня может умилять. Это потому что я не очень хозяйственная человека, поэтому меня вот эта вот хозяйственность иногда очень умиляет. Человек готовит, там старается, то есть вот это вот всё. И, ну, то есть по дому что-то всё успевает. Я, к сожалению, всё пока не успеваю. Следующий, седьмой вопрос. Какая ты в гневе? Ну, наверное, это не у меня надо спрашивать, какая я в гневе, да, у каких-то людей, которые со мной живут и меня окружают. Но вообще я в гневе стараюсь быть редко, то есть я, может быть, вспыльчивый человек, но быстро отходчивый, поэтому в гневе я нахожусь недолгое время, вот, а если нахожусь, то я сама себе не нравлюсь, и поэтому хочется как-то побыстрее быть поспокойнее, подобрее, и сразу всё, вот этот гнев весь проходит. Ну, бывает, конечно, гнев, бывают какие-то такие ситуации, но я стараюсь на них не зацикливаться и проходить их мимо, а, наверное, я, скорее всего, в гневе смешная, потому что у меня муж говорит, ты такая, говорит, смешная, когда злишься, то есть я даже, когда злюсь, у меня, видимо, это серьёзно не получается. Вот, поэтому вот так вот. Восьмой вопрос. Как часто грустишь? Ну, конечно, как у любого человека, у меня бывают какие-то грустные моменты, да, в жизни. Грущу я не часто, да, если вот этот вопрос насчёт, как часто, не часто, но бывает. Грусть моя может быть светлая, то есть какая-то такая меланхоличная, может быть, это какая-то там проблема, по поводу которой я грущу, но вообще это бывает не очень часто, иногда бывает. Девятый вопрос. Ты любишь ходить по магазинам? Ну, это, наверное, для любого блогера, ты спроси, его любит, он ходить по магазинам или нет. Ну, конечно же, скажет, да. И я тоже такой же человек, я люблю ходить по магазинам, но оговорка, это, наверное, всё-таки косметические магазины, то есть это именно косметика, а не бижутерия и не одежда. За одеждой я совсем не люблю ходить, скажу честно, но приходится, потому что что-то кончается, что-то там. Там редко я вообще люблю магазины, потому что часто на меня одежда там не подходит в магазинах, и поэтому я расстраиваюсь. Или одежда, которая мне нравится, стоит дорого, такое тоже есть такие варианты, да, и я не могу её позволить себе купить. Поэтому магазины, одежда меня расстраивают. И также, если косметические магазины, то в основном это магазины обычной косметики бюджетной, да, а не класс люкс, потому что это также по цене меня, соответственно, расстраивает. Но ходить по магазинам я люблю, буду это делать, хотя декабрь у меня, наверное, уже закончился по моим походам в магазины, потому что уже, к сожалению, сейчас нужно денежку экономить на другое. Следующий вопрос, это десятый. Наносишь ли макияж, когда никуда не нужно идти? Скажу честно, что в процентов в 90 случаях я не наношу макияж, когда мне никуда не нужно идти. Если, конечно, мне не нужно снимать видео. Если мне нужно снимать видео, я делаю макияж. Но если я нахожусь дома, мой макияж ограничивается средствами для лица, соответственно. И также могу его пользоваться бальзамом, помадой, блеском, вот таким вот что-то для губ. Тушью я не пользуюсь. Если мне нужно выходить куда-то, я пользуюсь тушью, тетями и так далее, и тональниками. То есть я могу дома даже не пользоваться тональным средством. Но есть 10% случаев, когда у меня там какое-то очень хорошее настроение, я могу позволить себе поэкспериментировать с макияжем, и есть время, то тогда я делаю макияж дома. Так, одиннадцатый вопрос. Как часто выкидываешь недоконченные продукты? Наверное, всё-таки здесь имеется в виду... Я сначала прочитала когда этот вопрос, я почему-то подумала про еду. Вот так вот бывает, да, если про еду, то я нечасто выкидываю недокончившиеся продукты, в основном я всё заканчиваю. Если касается косметики, я думаю, что всё-таки этот вопрос был именно про косметику, то я тоже нечасто, но бывает, выкидываю недоконченный продукт, если мне этот продукт не нравится. Он заявлено, допустим, одно, а он это не выполняет, эти какие-то свои там заявления, да, то я могу его выбросить. Если, допустим, он у меня вызывает аллергию или раздражение про крема, я тоже его выброшу, соответственно, если он мне не подходит. Вот, такое иногда бывает, не скажу, что это очень часто, но случается. И также это касается как ухода, так и декоративной косметики. Так, двенадцатый вопрос. Какие качества ты в себе любишь? Ну, конечно, про отрицательные качества говорить не приходится, у меня их много, но есть, наверное, какие-то и положительные, которые именно я в себе люблю качества, да, это на первом месте, наверное, всё-таки там честность, то, что я стараюсь говорить всё честно, как оно и есть. Некоторым это нравится, некоторые это не любят. Вот, я это знаю, это нормально, потому что это такая жизнь. Честность и в работе, и дома, и на YouTube в том числе. Во-вторых, это, конечно, ответственность, потому что я ответственный человек. Это, с одной стороны, так же хорошо, так же, с какой-то стороны, это плохо, потому что ответственность может иногда оборачиваться против кого-то, да, против какого-то человека. Но в институте я была старостой, мне это помогала ответственность. Сейчас я вообще на работе, мне тоже помогает ответственность, и я вхожу в садики в родительский комитет, тоже так же мне это помогает, что на меня можно положиться. Я не буду никогда брать чужое, то есть, там чьи-то деньги, копейки и так далее, нет. То есть, я честно всё это сохраню, потрачу на нужное, и сделаю из этого пользу для окружающих и для себя. Также моё хорошее качество, да, что я в себе люблю, это, наверное, всё-таки пунктуальность, потому что я, конечно, на работу, я, бывает, опаздываю на 5 минут, но это всё, что себе позволяю, опаздывание на 5 минут – это предел. Но вообще, вот там какие-то встречи, которые не связаны, да, там, ну, я имею в виду с бытом, если куда-то нужно идти, там, садик сына тот же самый, или, ну, работа тоже стараюсь не опаздывать, то есть я стараюсь быть пунктуальным человеком, и я очень ценю это качество в людях, когда они не опаздывают. Это просто полная противоположность качества моей мамы, потому что у меня мама всю жизнь опаздывает, я, видимо, насмотрелась этого, и поэтому я очень не люблю людей, которые опаздывают. Вот, она себе может позволить опоздать на час, может позволить себе опоздать на полдня, то есть как бы, я считаю, для меня это, вот лично для меня это неприемлемо. Для меня самое такое вот опоздание непозорное, да, ну, всё равно уже опоздание – это 10 минут. Так, ну, и ещё, наверное, что я какие в себе качества люблю? Наверное, то, что я разносторонний человек, я не зацикливаюсь на чём-то одном, будь то стиль в музыке какой-то один, будь то косметика или, может быть, какая-то передача, фильм, то есть я на одном не зацикливаюсь, но, конечно, фильмы здесь тяжело говорить, я всё-таки зацикленный человек в фильмах, потому что я не смотрю ужасы, не смотрю боевики, там, триллер, я всё-таки как-то стараюсь быть разноплановым человеком в определённом жанре, то есть у меня это фильмы-комедии, в основном мелодрамы, драмы, вот такие вот жанры, которые больше близки мне, как женщине, я думаю, хотя и ужасы тоже многие женщины смотрят, но мне вот совсем это не понутру. Вот, ну, наверное, всё, я ответила про свои качества, которые я в себе люблю более так подробно, надеюсь, понятно. И последний вопрос, тринадцатый. Как изменилась твоя жизнь с появлением канала? Ну, моя жизнь изменилась очень сильно, на самом деле, потому что я стала как-то более в себе уверена в какой-то степени. Я не то, что стала самоуверенной, нет, но я хотя бы стала более нормально общаться, то есть у меня речь стала более понятной, скажем так, более развила речь себе. Знаешь, что Натулик Морозко, Наташа, привет тебе, тоже говорила когда-то, что она благодаря Ютьюбу хочет развить речь, я тоже вот хотела бы развить свою речь, немножко у меня это получается, но не всегда. Разговорную хотя бы, да, неплохую речь. Также у меня появились знакомые хорошие, друзья, блогеры, подписчики, какие-то приятные комментарии, появились у меня лайки благодаря Ютьюб. Раньше я вообще не знала, что такое лайки, что могут какие-то чужие люди ставить тебе там лайк, вот, и дизлайки, то есть может тебе кто-то, кому-то ты можешь нравиться, кому-то нет, это всё как в жизни на самом деле, тоже в жизни ты кому-то нравишься, кому-то нет. Просто здесь тебе об этом на Ютьюбе скажут, а там тебе никто не скажет в жизни, кому-то нравишься, кому-то нет, честно. Вот, это тоже изменилось в моей жизни. Также, конечно, изменились мои пристрастия в чём-то, предпочтения в косметике, это тоже очень важно. Я развиваюсь, и даже иногда в макияже чуть-чуть какие-то у меня есть, более, что ли, получаются сильные вещи, более сильные стороны появляются, какой-то немножко макияж у меня, может быть, лучше получается благодаря Ютьюб, и благодаря тому, что я веду свой канал тоже, потому что я его веду, и, соответственно, я смотрю тоже других девочек, девушек-блогеров. Вот, и, конечно, изменилось ещё то, что приходится выкраивать, благодаря каналу, да, время на то, чтобы снимать видео, а его, к сожалению, не всегда есть, за то, чтобы были какие-то темы для видео, продукты, это тоже всё приходится находить, но я стараюсь. Вот, надеюсь, Екатерина, Катя, да, Исаева, я ответила на твои вопросы. Ещё раз повторюсь, девочки и мальчики, если у вас будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, под этим видео, я с удовольствием на всё отвечу, и буду, наверное, снимать, если у вас будут какие-то вопросы, следующую часть, которая будет уже третья. Эта вторая сейчас подходит к концу. Огромное вам спасибо за внимание, что были, оставались со мной, послушали мои ответы на вопросы. Всем я ещё раз желаю прекрасной, волшебной, сказочной, солнечной, но в то же время морозной зимы, удачи, успехов, любви и, самое главное, здоровья. Всем большое спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok